Запряженные кони на старт вышли впервые. Рискнули лишь два погонщика. Дистанция 400 метров. Но и этого для Галопа, сгруженной телегой, за глаза. В итоге победил конь с совсем не боевой кличкой Барсик. Сложность в том, что это габариты. Во-первых, габариты. Во-вторых, тяжелое управление. В чем тяжелое управление? Нужно ориентироваться в скорости, нужно ориентироваться в масштабах. Татьяна Щелева еще один призер. В заезде рысью на серой кобыле в яблоках взяла серебро. В конном спорте наездница уже 35 лет. Но накануне села на лошадь после долгого перерыва. Мне дали, я проехала, ну, разминочку сделала, проехала. Молодец, она еще вторая, я вообще не ожидала. Хорошо выступила, но я не торопилась, чтобы, главное, Галоп в столбу не был. Галоп, рысь и даже инохать в скачках прошло 7 конкурсных заездов и 3 показа для зрителей. Несмотря на то, что такие масштабные соревнования в Черемхово проводились впервые, наездники не ударили в грязь лицом. Мы сегодня очень много привлекли людей, которые никогда не занимались спортом, никогда не выступали нигде, даже мы о них не слышали. Но они появились в глубинке, с Уртуя, далеко-далеко, с Сейрышева. Даже не было их никогда на ипотроме на скачках. Но все-таки победить для наездников было не главным. Каждый жакей свою лошадь седлал, чистил и готовил к выступлению с особой тщательностью. Если седло неправильно надеть, можно сбить лошадь в холку. Ведь расстояние и скорость немаленькие, а если упряжь надеть неправильно, лошадь может сойти с дистанции из-за боли. Конный кросс стал жемчужиной заездов, и жакеем и зрителям водная преграда настолько понравилась, что в следующем году организаторы обязательно включат ее в программу соревнований. Ольга Туманис, Наталья Спицына, Денис Лугов, программа «Город».